здравствуйте друзья и вновь с вами кузнецов дмитрий компания алиам компания алиам является ведущим юридическим оператором на территории россии и мы оказываем услуги людям попавшим в трудную финансовую ситуацию с банками микрофинансовыми организациями коллекторами онлайн займами создаем условия когда вашим кредиторам будет выгодно отказаться от как устроена работа нашей компании специалистов компании алиам вы можете узнать пройдя по ссылочке ссылка есть в описании любого ролика это наш сайт на сайте выложена видео презентация как устроена работа кредитных специалистов компании алиам для вашего удобства в правом верхнем углу целяции выходит кабельная вот она но друзья про ролик про компанию everest вот про этих вот выдающихся поборников правды банковской ну и конечно же образцы образцы там собраны очень редкие образцы людей у которых айкью близко к десятке им кто-то сказал что 10 это максимальное значение и так они блещут во всей своей красе и что характерно все там у них старшие специалисты слова старший имеет несколько значений как минимум да есть градации какие-то в коллективах трудовых есть в армии градация соответствующая есть возрастная градация я попытался выяснить сегодня что у них означает слово старший и у меня сложилось четкое мнение старший и у них тоже есть градация чем тупее тем старше вот вам доказательства поехали здрасте слушаю вас да ладно я сам здесь приглашать я же вам говорю да это я если вам не трудно назовите имя отчество и откуда вы просто что как-то голос хрипит у вас как и все же хотелось бы услышать еще раз ваше имя отчество и организацию с которой вы звоните помните я спросил старший инспектор компании дурец меня зовут ленкова Ольга Петровна старший с точки зрения возраста или опыта старший вы с точки зрения возраста вашего или опыта прямое мне нужно понимать со специалистом я говорю или с пожилым человеком сказал голос ни о чем не говорит что все очень сильно хрипит аппаратура так но чувствуется опытный специалист да то есть это не пожилой человек думаю что каких из как вы сказали сформулировали фразу в каких из трех дней какие вот именно теперь понятия промежуток вот этот временной нет в эти 3 дня не буду то же самое что буду только наоборот хорошо кредитор ничего мне не выставлял ничего значит что чего только наоборот ничего мне кредитор не выставлял на данный момент если мне нужно за безумие что вы требовали вашего кредитора да где на требование то я не думаю что оно позвучило это пытается Эверест позвоните причем здесь вы Эверест и мой кредитор что за глупости то на данный момент то есть бежамый монтажерный последний и все цивилизные средства и то есть родитель от плату вот я и говорю сейчас вот сапожник тут сапоги чинит у нас связь разорвалась либо она друзья не выдержала поняла вовремя что лучше не рыпаться но я продолжу и причем не для нее продолжу а для тех людей кто пишет мне нечто вот такое Дмитрий Евгеньевич на меня коллекторы вышли вот такие слова еще вышли знаете как будто там какое-то спецподразделение там проводило разыскные мероприятия ну вот придумывают сами себе в голову вот эти вот страшилки и потом ими же манипулируют чтобы еще страшнее выглядело и пишут юристам друзья вы нас вот смешите вот в буквальном смысле смешите такое ощущение хочется сказать господи да дай бог мозгов этим людям я продолжу вот предположим сапожник там сапожная мастерская какая-нибудь сидит там сапожник эти сапожки там каблучки подравнивает и вдруг возьмет вам позвонит и скажет что кому-то там у него требовала не отдать столько-то столько-то как вы среагируете на звонок этого сапожника только не надо говорить мы уже знаем что он сапожник точно так же вы знаете что вам звонит коллектор только не можете выгнать из головы вот классификацию этого слова. Коллектор значит страшно, значит сила, значит правда, значит закон. Да коллектор слабее любого сапожника. Сапожник хотя бы пользу людям приносит. А коллектор это паразит. Его нужно поганой метлой брать, хлоркой поливать. Я не знаю, изводить из своих мозгов, из своей жизни. Вот боязнь этого слова. Просто, вы должны понимать, услышав слово коллектор, тут же ассоциировать это слово со словом шут гороховый. Или там червяк, я не знаю, что угодно. Но только не опасность. Ни один коллектор в нашей практике, в практике компании Алям не подал даже в суд на нашего клиента. Все, что им суждено, это вот звонить и давить на психику слабакам. Либо людям, которые отказались пользоваться своими мозгами. И не обижайтесь, те, кто мне писал. Я устаю отвечать. Мои помощники в день по 10-15 вот таких вот обращений закрывают. Люди просят, чтобы мы им помогли. Помогите, пишут они нам. Помогите, спасите. Коллекторы вышли на нас. Фу. Вышли, как вышли, так и ушли. Все от вас зависит. Они надеются на ваше незнание и страх. Господи, боже мой, посмотрите, просто интернет кишит материалами. Просто не поленитесь. Не поленитесь. Забейте в поисковик в какой-нибудь. Звонят коллекторы. Вас как минимум выбросит на наш канал. Послушайтесь десяток роликов. Подпишитесь. Да, Господи, успокойтесь, наконец-то. Включите свои мозги. Научитесь ими пользоваться. Коллекторы, никто из вас их никак. И это не моя выдумка. Это констатация факта. Они беспомощны в законном формате. Пока не выполнят необходимые пункты закона, они никто. Как минимум, они должны убедиться, что в отношении должника, заемщика выполнена норма закона в части 230-го того самого федерального статьи 9, что кредитор оповестил не смс-кой, а заказным письмом, либо через курьера под подпись, что Эверест или еще какой-нибудь хрен с бугра извините за сленг имеет теперь право с вами в коммуникации вступать. И то по тому же 230-му федеральному закону почитайте внимательно просто в поисковике 230 ФЗ и кнопочку нажимаете и вас выведет на официальный сайт, на несколько, на много сайтов, где есть комментарии юристов, просто на официальный сайт какой-нибудь такой блин, да все что угодно и почитайте, что вы имеете право отказаться с ними общаться и они вам начнут говорить, что вашего согласия не требуется. А вы им говорите да, на основании этой статьи моего согласия не требуется на передачу прав взыскания либо контактов, но это не надо путать, согласия ваше не требуется, они могут передать без согласия, но уведомления обязательно, иначе вы просто-напросто не знаете, кто вам звонит. Сапожник вам звонит, который решил, что он вообще там неизвестно кто, сам себе с какого-нибудь похмелья корону водрузил и думает, что все ему вокруг должны отвечать на его вопросы. А именно так себя коллекторы позиционируют. А та публика, которая приходит на работу, далеко от сапожника не ушла, точнее сапожник впереди их на целую милю, наверное, по своему интеллекту. Вы же слышите, какие они тупые. Они действительно думают, что они пришли в коллекторское агентство, это какая-то серьезная структура. Они верят всему, что говорят их работодатель. А работодатель это тот, кто дает косточку, какую-то денежку. Вот и все. Я знаю точно, что из этих звонарей 90% таких же должников, только они еще более не осведомлены. И из-за того, что они пошли еще в коллекторы работать, я возьму на себя ответственность и скажу, что они тупые должники. То есть есть люди, которые просто ленивые, не хотят мозги включать, а эти, ко всему прочему, еще тупые. Они даже если сильно захотят им нечего включать, потому что там нет ничего. Об этом весь мой канал и вы можете в этом легко убедиться. Друзья, поэтому я призываю вас подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите, пишите комментарии, кто со мной согласен, кто недавно здесь оказался, конечно, тоже пишите комментарии и вам ответят наверняка очень многие наши постоянные слушатели-подписчики, если у вас какие-то есть проблемы. Если вы с этими проблемами не знаете, как справиться, посмотрите для начала видеопрезентацию на нашем сайте. Ссылка на сайт есть в описании ролика и в правом верхнем углу видеотрансляции для вас выходит кликабельная подсказка. Вот она. Все по полочкам разложено, сколько стоит, почему, как, за какие сроки мы вам поможем, что такое пожизненная гарантия. Все, все до последнего, как говорится, нюанса там рассказано. И тут даже и мозги включать не надо, все разжевано на простом человеческом языке, чтобы вы могли понять, что могут сделать для вас юристы, не хотите платить деньги, я заверяю со всей ответственностью, это может сделать любой человек с определенной долей компетенции, усидчивости и упорства. Можно разобраться во всех делах и самостоятельно, не потратив ни копейки. но если вы не можете, не хотите, по каким-то причинам не хватает у вас времени, выдержки, сил, пожалуйста, специалисты компании Алям готовы вам помочь. Еще раз повторяю, посмотрите видео на сайте и все поймете. Ну, на этом, я думаю, все. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка на группу есть в описании любого ролика этого, в том числе поделитесь в соцсетях этими роликами, которые вы слушаете, не забывайте, пускай побольше людей узнает. И те, кто подписывается на наш канал, не забывайте нажать на колокольчик, который будет рядом с кнопкой подписки. В этом случае вы будете вовремя узнавать о выходе нового материала. Новый материал у нас уходит практически каждый день и материал очень полезный и очень нужный. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алям. Всего вам доброго, друзья, до свидания. Включайте мозги, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин